Итак, вы собрались на рыбалку, чтобы поймать вот такую рыбу. Ну, или на охоту, чтобы повстречать диковинного зверя. В общем, не переживайте, 21 век со всеми его технологиями и разработками вам в помощь. Помимо спецодежды, приманок и прочего реквизита, украинцы уже изобрели то, куда это все можно удобно сожить, чтобы поехать на охоту и рыбалку. Уникальный автономный прицеп. Здесь есть контроллер солнечных батарей, который можно будет подключить спокойно солнечную панель, и она будет, естественно, напитать на природе ваш аккумулятор, и будете абсолютно автономны. Идемте в спальню. Когда же вы прибыли на место рыбалки, первым делом нужно исследовать водоем. Не хотите ждать поклевки впустую? Вам поможет эхолот. Но некоторые модели могут прорисовывать даже 3D-карты местности. Проходя по местности, в объеме понять, как стоит коряшка, под каким углом, какой угол свала, есть ли там какие-то разломы, есть ли там какие-то предметы, вплоть до того, что мы можем увидеть лодку, корабль затонувший еще чуть-чуть, и техника шевнет так, что мы будем не просто видеть, что это щука или судака, а будем видеть, как она себя чувствует, расправлены ли у нее плавнички, собирается ли она атаковать приманку, стоит ли у нее центральный плавник сверху или лежит. И если же рассматривать плавнички не входит в ваши планы, ну или эхолот просто не по карману, то работайте со спиннингом. За моей спиной проходит кастинг-турнир. Суть этого турнира заключается в том, что у каждого участника есть 3 заброса, и он может попасть в мишень. Каждая мишень отличается по размеру, и чем меньше размер мишени, тем лучше приз. По статистике этого турнира украинцев можно назвать меткими, так как каждый третий попадает в мишень и получает приз. Ну что ж, я, видимо, стал каждым четвертым, поэтому, разочаровавшись в рыбалке, мы отправились интересоваться новинками в сфере охоты. Электронный металл голосов животных, фотомонок, представляет собой моноблок с дополнительным динамиком. Его актуальность на охоту по косуле, оленю, или если это кряковая или гусиная охота, то есть стоя в болоте, у вас свободные руки, вы можете его включать, выключать. Находим нужный голос, например, если это кряква, или если это бродячая охота, к примеру, косуля. Удобно, оружие из рук не выпускается. В общем, если вы не умеете находить общий язык с животными, то лучше использовать моноблок, и тогда охота точно будет результативной. А успех, как известно, нужно отметить. Незаменимая вещь на любой охоте, рыбалке является полевая кухня, которая позволит приготовить вдали от дома все, что вы поймали. А если охота или рыбалка удалась, позволит отметить такое мероприятие всей компанией «Большой самовар». Самовар 200 литров, высотой 1700 миллиметров и весом 200 килограмм. Позволит сделать 960 порций чая за час. Это один из самых больших самоваров в Украине. Желаем вам поймать столько рыбы, сколько весит он сам. И да, отмечать лучше исключительно чаем. На этом наша миссия на выставке закончилась, а ваша только начинается. Ведь сезон охоты и рыбалки не за горами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова